Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянском городе Сан-Бьяджи-Ди-Калальто. Начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жанна Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Деора, в 1950 году основал собственный дом моды. Деор напутствовал начинающего модельера словами Пьер «Продавайте дорого, талант должен быть оплачен». Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключен из синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Принтан Эфар». Однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетия в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды. Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек, длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для Битлз. В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну. Автор одноименного бренда парфюмерии Пьер Карден, бренды которого были популярны в СССР в 70-е годы. В том же 1970 году приобрел в собственность парижский театральный комплекс Кэфи де Самассадюрс, переименовал его в свою честь Эспейс Пьер Карден Эфар и занялся театральным продюсированием. Как продюсер последнего гастрольного тура Марлен Дитрих, предоставил для ее парижских выступлений концертный зал своего комплекса. В 1975 году открыл свой первый мебельный бутик в Париже, на улице Фобур-Сент-Анаре. Одной из мус-модельера была балерина Майя Плесецкая. Специально для нее Карден создал костюмы Анны, Анна Каренина, 1972, Марьи Николаевны Полозовой, Фантазия, телефильм по мотивам Вешнихвод Тургенева, Нины Заречная, Чайка, 1980, Анна Сергеевна, Дама с собачкой, 1985, а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того, как Плесецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения. 17 сентября 2009 года Карден был объявлен послом доброй воли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, церемония состоялась в Риме 16 октября того же года. Субтитры создавал DimaTorzok